Я из Юга Молдавии, Тараклийская район. А вы что поняли с этих разговоров? Понял. Я процентов 70 понимаю просто от терминологии, когда чуть-чуть, но домысливаю. Я же блондин тоже. Практики опыт есть. Вы говорили о этих, будем так говорить, западных сортах. Не наших, не реализованных, наших молдавских. Ну, в госрегистре есть они или нет. И в связи с этим сможем ли мы воспользоваться этими субсидиями? А с Юга брал ли кто-то их еще? Я вижу посадки по Кагулу, по Кагульску Бадареон. Чьи они? У вас именно у вас брали? Французские сорта у меня? Ну, французские, бельгарские какие-то еще. Балжайские. Я вам скажу так, что... У вас кто-то с Юга вообще брал? С Юга, вон, пожалуйста, Олег тут у нас представитель. Очень много людей... Я вам скажу так, что у процентов 60 все заказы от Юга. И почему? Потому что, значит, на конференции я говорил, что вот эти люди, там 120 человек собралось, не случайно. Потому что последний, вот прошлый год был хороший, а пять лет подряд было никаких. Фалейский район, Житница, Молдавия, 7 тонн с гектаров фрузы. Мы получили в прошлом году 540 килограмм фрузы. Свеклаза сгорела, вся заняла, получили 7-8 тонн гнили. В банкроте пошли все. И люди смотрели, соя сгорела, ячмень сгорел, фруза сгорела, подсолнечник сгорел, а орех выдержал. А будем заниматься орехом. И вот эта волна, вот эта заинтересованность в орехе, она в основном из-за этого. С Юга очень много людей, значит, орехом интересуются, берут орехи, высаживают. И уже, пожалуйста, в Чемишли есть Сергей Магурян, это летчик. Он, значит, в Маркулешках у нас служил, в Советском Время. На 59-м летал. Сейчас он перепульсировался, и на вертолете в Афганистане гуманитарную миссию надо выполнять. Не знаю, что там болезнье, но он с деньгами. Человек посадил 10-х, 2-й. Еще есть много людей. Значит, ну я система какая? Я никому не говорю, кто и как особо, потому что каждый имеет свой скелет в шкафу. Есть такая английская пословица. Значит, мой, у тебя хороший сад. Я тебе пришлю людей. Так, я думаю, я там не спрошу, у нас там что-то такое есть. Не очень-то хотят показывать, понимаете? Но на юге очень многие заказывают. Пожалуйста, Олег, он рядом. И он был со своими друзьями в прошлый раз. Они заказали. Субвенции, естественно. Вы будете брать сорта, которые в госрегистре Молдавии. Именно на них распространены субвенции. На другие сорта нет. Французских сортов в госрегистре нет. Они были допущены для посадки. Но сейчас уже вопросов нет. На сайте есть очень мощный материал. Можно ли выращивать французские сорта в Молдавии. И там показано очень подробно. Что такое Франция? Мы говорили, что там Атлантический океан. Там где-то Гольстрим. Там влажность воздуха 90. Там осадка 700-800 миллиметров. Графон другой. Совершенно другой. И то, что, скажем, там хорошо для него, здесь у нас... Если даже, скажем, берут... Пытаются идти французов в Одессе. Вы знаете, там море рядом. Но там такая сухота, страшное дело. А вот Херсон рядом и Николаев, там вообще, значит, там только орошение еще... Температура высокая, влажность воздуха наливает. А французам нужна влажность воздуха 80-90. И несоответствие агрофона, как Вы правильно сказали. Ну, первое к тому же. Еще вопросы? Можно? Еще один вопрос. Есть фонд развития аэроплодных культур. Да. Возмещает часть расходов по закладке садов. Да. Это кроме субсидий. И есть ли он вообще этот фонд? Вы наверняка знаете. Нет, наверное, Вы перепутали. Есть один фонд, скажем, по субсидии. Он уже в этом году закрыт. Раньше он формировался 1% от экспорта, потом 1,5% экспорта. А сейчас он этот фонд закрыт. Ничего об этом речь идет. Есть программа по субменционированию. И в этом году 17 тысяч на гектар. Значит, если Вы, первое, имеете собственную землю. Или арендованную там на 25 лет. Но это собственную землю. Если Вы имеете, значит, проект, составленные, сертифицированные проектные организации. Если Вы брали садовцы в лицензированном питомнике. Если Вы взяли сорта районервные в Молдаве, которые госрегистрим. Значит, если Вы имеете печать, юридическое лицо. Ну, ГЦ, например. И счет банки. Вот эти условия. Вы делаете документы. Вам делает проект. Вы садитесь согласно проекту. Берете все. Я Вам даю здесь фискальную накладную. Даю Вам, значит, сертификат качества. Значит, даю Вам копию моей лицензии. Что я имею право этим заниматься. Проектант Вам дает пакет документов, в котором у Вас расписано все. Кат по хаты, затраты, что делать первый год, второй, третий год. Значит, до 10 лет. И Вы имеете все необходимые документы. Вы можете получить свою услугу. А сколько стоят проекты? Да, пожалуйста. Проектные услуги, это надо говорить с каждым человеком в отдельности. Если, например, 100 гектаров, на гектар будет не более тысячи. Потому что человек выедет на территорию из одного гектара или из одного гектара. Практически. Он приедет к Вам и скажет, мне надо 10 человек с лопатами. Копает здесь, копает здесь, копает здесь. И он, значит, там возьмет пробы за один день. Или на 100 гектаров на один. Потом, когда он будет все остальные документы делать, ему легче сделать, скажем. Или на 1 гектар, или на 100 гектаров то же самое. Естественно, уже цена одного гектара падает. Ну, бро. Значит, в большом объеме. А если один гектар? Ну, я говорю, где-то... Я знаю, что есть проектант, который за 1800 делает, за 2000. А в общей расценке 3000. За гектар? Да. Ну, Вы берете 17000. А, ну да. 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 А, ну да.